Интересные находки на Филиппинах заставили ученых пересмотреть датировки заселения их людьми более чем на 600 тысяч лет. Исследователи обнаружили каменные орудия труда на самом крупном острове Филиппин Лусон. Большую часть находок составили ребра и кости ног животных со следами инструментов, с помощью которых сдирали мясо с костей и извлекали костный мозг. Инструменты были погребены на месте старого речного русла. При этом не было обнаружено никаких останков людей, которые оставили следы своей жизнедеятельности. И неясно, как они пересекали моря, которые окружают этот остров Юго-Восточной Азии. Тут нужно сразу отметить, что эти находки и главное их датировки пополняют наши знания о событиях в прошлом и особой сенсации здесь нет, потому как это не единственные находки следов пребывания первобытных людей на островах. Были и находки с останками хозяев этих следов. К тому же, если посмотреть карту глубин, можно найти маршрут через Малайзию, Индонезию и Кальмантан, он же Борнео, по которому теоретически можно попасть на Филиппины по суше, в случае снижения уровня моря на 100 метров, на остров Палаван и далее на Лусон. Ведь именно около 700 тысяч лет назад произошли изменения в продолжительности фаз ледниковых периодов, почти вдвое увеличив их. А вот на юго-восток, в сторону Папуа-Новой Гвинеи, глубины куда больше, до 5000 метров. Однако и на острове Сулавеси в 2009 году были найдены орудия труда возрастом около 200 тысяч лет. Так что, скорее всего, с глубинами древние путешественники справлялись. Для датировки находок на острове Лусон, учёные использовали эмаль зуба, одного из убитых носорогов, и кварцевые зёрна из слоёв, залегающих ниже и выше костей и инструментов. Учёные использовали современные методы датировки, электрон спинового или парамагнитного резонанса. Этот метод применяется относительно недавно, хотя само явление электронно-парамагнитного резонанса было открыто Евгением Константиновичем Завойским в Казанском государственном университете в 1944 году. После измерения количества электронов, накопленных со временем, учёные получили следующие даты. Возраст отложений под инструментами и костями животных составил 727 тысяч лет, возраст убитого носорога – 709 тысяч лет, а верхний слой осадков – 701 тысячу лет. Датировки вызвали интерес даже у независимых экспертов, ровно как и сложность и инновационность технологий датирования. Но кто же всё же жил на этой территории 700 тысяч лет назад? Возможно, это были хомоэректусы, потому как их кости были найдены в Китае и на Яве, и они уже жили на островах в то время, когда был съеден носорог на Филиппинах. Но если проводить параллели с более молодыми находками на острове Флорес, который расположен южнее, в 3000 километрах от Лусона, то есть с человеком-флореским или хоббитами, можно предположить, что ещё раньше на островах жили виды гоминидов, пока неизвестные науки. Возможно, на каждом острове люди могли отличаться от соседей. Но только в том случае, если они не покоряли моря и попадали на острова по суше в ледниковые периоды или другими способами. Для учёных является загадкой способ покорения древними людьми морей и океанов. Как ни удивительно, но многие учёные до сих пор считают, что людей на острова заносило вследствие ураганов или цунами, случайно не по их воле. Но антропологи, которые подробно изучают представителей более ранних видов хомо, считают, что они были довольно умны. Да и по поводу покорения водных просторов эректусами, около миллиона лет назад учёные догадывались ещё раньше. Но в своих утверждениях нужно опираться на факты. А учитывая, что плавательные средства в те времена можно было изготовить только из дерева, которое плохо сохраняется, очень трудно будет найти материальные подтверждения покорения водных просторов древними людьми. Потому как самые ранне известные лодки, найденные в разных частях мира, датированы чуть более восьмью тысячами лет. А убедительные доказательства того, что люди использовали паруса, есть только из исследований в Египте с датировкой около четырёх с половиной тысяч лет назад. И только с четырёх тысяч лет назад имеются физические доказательства того, что древние моряки пересекали открытый океан из Индии в Аравию. Ещё одни недавние исследования на островах в Средиземном море предполагают использование плавательных средств 130 тысяч лет назад. Но только предполагают, потому как ряд находок, возможно сделанных неандертальцами, были найдены на островах Кефалиния, Закинс, Наксос, Крит и Лемнос. Находки представляли собой сотни каменных орудий труда, рубила и лезвия муссиерской культуры, более сложные в отличие от Ашельской. Особое внимание уделялось острову Наксос, потому как даже в ледниковый период, когда уровень моря был ниже, он всё равно был отделён морем от суши. Разбросы большое количество мест находок натолкнули учёных на мысль о перемещении между островами на плавательных средствах. Но если отнестись к этому вопросу скептически и взять на заметку снижение уровня моря в ледниковый период, параллельно взглянув на глубинную карту Средиземного моря, можно предположить, что острова Кефалиния и Закинф были одним целым и отделялись от материка всего семью километрами воды, а остров Лемнос и вовсе был частью материка. Как уже упоминалось учёными, сложнее с островом Наксос. Но и тут не всё так сложно. До него можно было добраться, преодолев всего 8 километров по воде, и далее через острова Андрос, Тинос и Парос. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и тектонические изменения. Возможно, территория имела немного иной рельеф, но не на много, а если ещё вспомнить и величайшего пловца наших дней, Мартина Стрела, выходца из Югославии, который покорял водные просторы вплавь на сотни и тысячи километров, включая опаснейшие реки, как Амазонка, в 2007 году. Поэтому, что мешало неандертальцам 130 тысяч лет назад проплыть 8 километров без дополнительных средств? Но также, не стоит думать о них в том аспекте, что они не могли изготовить плод или даже лодку. Думаю, мозгов у них на это бы хватило, учитывая, что другие близкие виды сотни тысяч лет до этого, на Филиппинах и не только, тоже перемещались между островами, а вот как, это ещё открытый вопрос. Это очень интересные исследования, которые помогают лучше представлять жизнь близких к нам видов, в относительно далёком прошлом. Поэтому, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить ещё много обзоров научных работ и новостей.